Севастополь 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 Кого он видит более сильным в основном состав, того он оставит. А так, главное, чтобы хоть один человек противоположного пола был на площадке. Но все-таки керлинг на колясках отличается от традиционного керлинга. И вот этих движений щеткой. Свиппинг называется, да. Этого и нет. Все игроки, тренера отмечают то, что керлинг на колясках намного сложнее, чем классический керлинг. В классическом керлинге, если бросок не получился у игрока, они за счет этого трения могут его подкорректировать. Либо добавить скорости, либо вращение. Это можно подкорректировать. А здесь уже игрок в керлинге на колясках как бросил, так и бросил. То есть там уже ничего не изменишь. А какие особенности этого вида спорта для спортсменов с инвалидностью? Что здесь выходит на первый план? О том, что ребята, может быть, мало двигаются, а все-таки долго приходится проводить в помещении, где очень холодно. Да, здесь я бы отметил то, что очень эмоционально тяжело. То есть игра длится часа два, два с половиной. И вот эти два, два с половиной часа игроки постоянно в напряжении. То есть бывает то, что до последнего энда, до последнего броска. Непонятно, как сложится результат конечный, как у нас было в матче за третье место с Самарой. Там все, последний бросок в восьмом энде у нас решил. То есть и до этого момента вся команда в напряжении была. Это, я считаю, одна из таких ярких особенностей. В плане движений, там же у них и выброс адреналина идет. И постоянно двигаются, бросают. Я думаю, не замерзают. По крайней мере, я со своими спортсменами разговаривал. Никто не жаловался на то, что кто-либо замерз. То есть экипировка достаточно хорошая? Да, у нас куртки, шапки. Там по стандартам никто не запрещает. Если жарко, можно куртку снять. Если холодно, надеть. То есть главное, чтобы это выглядело как команда, как единое целое. Артемия, удалось ли посмотреть Красноярск? Немножко, да. У нас, хочу, кстати, еще отметить то, что все спортсмены очень активны. Очень активны. Мы не только приезжаем соревноваться и играть, а также и как туризм. Поездили по Красноярску, да и съездили к Енисею. Посмотрели на реку. Ну, немного, конечно, но удалось посмотреть. Это всегда здорово и приятно. Если говорить о перспективах, то есть год, ну, уже только три месяца начался и начался удачно. А что планируете в течение года? К чему сейчас идет подготовка? Сейчас у нас будет небольшой отдых после чемпионата. Нужно восстановить силы будет. После этого мы будем готовиться к Кубку России, который пройдет в октябре. Также у нас на осень запланирован чемпионат России в новой дисциплине. Это Double Mixed, где участвуют в команде только девушка и мужчина. То есть команда из двух человек. И мы планируем на эти соревнования тоже поехать. Пока еще конкретные сроки не указаны, над этим работают. А так вот у нас Кубок России в октябре пройдет. Вот к нему уже, я думаю, более плодотворно будем готовиться. Потому что чемпионат России в данной дисциплине будет такой тестовый. И организаторы просто хотят посмотреть, как это все будет выглядеть. Артемий, скажите, какие отзывы были о команде? Возможно, старший тренер сборной России по керлингу Антон Батугин знает нашу команду. И сюда приезжал, давал какие-то советы по наставничеству, по напутствию. Проходили тренинги. И что он сказал по этому поводу? Какова наша команда? Похвалил, конечно, в первую очередь. И, скажу откровенно, он не ожидал от нас такой прыти, что мы сможем так высоко запрыгнуть. Он потому что в курсе всех наших проблем. И всегда морально поддерживал. То есть я с ним переписку вел. Говорит, давайте не сдавайтесь, занимайтесь, приезжайте, занимайте места. А так, в принципе, довольно скептически к нам относились. Я хочу сказать... Ну почему? Объясните. В чем это проявлялось? В чем это проявлялось? Это прям вот чувствовалось, флюиды эти? Ну да, но мы, допустим, уже когда из группы вышли, нам уже, ну так, говорили, вы из группы вышли. И на этом, в принципе, хватит, я думаю. Потом уже, когда в полуфинале выиграли, в полуфинале, ой, прошу прощения, вышли в полуфинал, там в полуфинале, то есть кто играет в полуфинале, с первого по четвертое места занимает. Говорит, займете там четвертое место, и это вам будет достаточно. В итоге вот мы третий стали. Ну я говорю еще раз, от нас никто не ожидал. Потому что у всех команд, абсолютно у всех команд, есть профессиональные дорожки. Есть, то есть где заниматься можно. И мы одни, единственные занимаемся в таком центре. Скажите, вот это давление сверху, может быть, из Москвы, говоря о том, что вы занимаете призовые места, что команда Севастополя, она сильна, что керлингу в Севастополе быть, это им, возможно, будет иметь какое-то действие? Это или сейчас уже вы видите это проживание? Конечно, это уже пошло. То есть будут максимально содействовать развитию керлинга. Сейчас уже мы занимаемся тем, что будем открывать федерацию керлинга России, ой, Россию, прошу прощения, города Севастополя. У нас члены команды уходят в федерацию керлинга России. Дальше будем открывать федерацию керлинга Севастополя. Дальше я еще хочу попробовать, если у нас будет площадка, классическим керлингом. То есть уже для людей здоровых. Чтобы у нас в Севастополе попробовали, как это и что это. А скажите, будете тогда, когда все, наверное, сложится, набирать детские группы? Конечно, конечно. Все-таки нужно растить же смену, да? Все это в перспективе, да. Я надеюсь, что это все у нас получится. Максимум развивать керлинг буду. Вообще практически весь на колясках смешанный, любой. Артемий, вы начали тогда, подхватили дело Анны Мельниковой, потом ушли в армию, вернулись. Скажите, если бы вдруг такое случилось, ну это гипотетически, что не остался бы керлинг Севастополя, чем бы хотели заниматься? Или могли, желали? Я не думал об этом вопросе. Я был уверен, что керлингу быть в Севастополе. И этим вопросом даже себя в голову не забивало. Я уже думал о том, как подготовить команду на высокий результат. Уже только у меня об этом мысли были, потому что только с армией пришел. Грубо говоря, не знал, чем занимались целый год, в каком состоянии они. Думал о том, что у меня впереди плодотворная работа будет. То есть много над чем надо будет поработать. И в итоге так все и получилось. Вы журите за промахи своих спортсменов? Про себя. Так спортсменам я не выговариваю, потому что понимаю то, что в наших условиях, как мы тренируемся, бросок сделать достаточно тяжело. Если бы я мог требовать высокий процент выполнения бросков, то я бы, конечно, мог бы и поругать, кое-где сказать, что делают не так. А так, понимая все ситуации, то, что мы тренируемся в достаточно тяжелых условиях, я как раз таки понимаю то, что они очень хорошо занимаются. А с какими нозологиями можно заниматься керлингом? Это спинальники, то есть ДЦП, в принципе, вот и все. Потому что шейникам тяжело будет, то есть это уже никак. Если вы сейчас дадите какие-то рекомендации людям, которые сейчас дома, сидят в четырех стенах, вы приглашаете, или пока мы ограничены все тем, что у нас есть небольшая команда? Нет, мы приглашаем. Я разговаривала с членом своей команды, Вадимом Гусевым, он тоже приглашал, говорит, несколько людей приглашал, и никак не хотят к нам идти, потому что говорят то, что это, во-первых, надо добраться. То есть вот с бытовыми проблемами сталкиваются проще. Говорят, ну, дома за компьютером посидеть, никак мы не можем, то есть нам пару-тройку человек обязательно нужно. То есть, ну вот, пытаемся привлекать, но пока у нас не особо получается. Но, по сути дела, для ребят, которые сейчас в команде, это уже не хобби, это уже профессиональное занятие. Это профессиональное занятие, конечно. И то, что они на тренировки три раза в неделю, на двухчасовые ходят, это не так просто, ты пришел развлечься, а ты приходишь заниматься, то есть ты тренируешься. Думаю, к этому у нас никак хобби относятся, это однозначно. Артемий, а вы бережете своих спортсменов? Разрешаете им участвовать в других видах спорта? Ну, я знаю, что некоторые хотят полетать. Они ничем, ничего не боятся, их ничем не удивить. И вообще везде, где только есть возможность себя проявить. Так это же хорошо, это хорошо. Я думаю, люди с ограниченными возможностями живут полной жизнью, развлекаются, видят максимум вообще, что можно увидеть. Это я на самом деле, за это хвалю их. Потому что как раз это эмоциональная разгрузка еще. Нужно отдыхать, общаться с людьми. Я за это их хвалю. Они у меня вообще большие молодцы в плане того, то, что я говорю, в какой город мы бы не приехали, на экскурсию всегда, всегда на экскурсию приезжаем. Свободный день, какой у нас день выдаваться, мы едем на экскурсию. Я не случайно вас спросила, вот куда вы съездили, что вы посмотрели. Здесь следует такой вопрос, как доступная среда? Как обстоят дела? Что радовало? Если взять все города, где мы были, то есть в Сочи, там вообще никаких проблем нет с доступностью. Город Паролимпиаду принимал, там все на высшем уровне. После этого в Новосибирске были. Там есть доступность, но центр города нет. В центре города все очень плохо. Печально? Очень. Казалось бы для Новосибирска. В Красноярске тоже, они к универсиаде подготовились, доступность была. То есть там и пандус, и все есть. А в Севастополе тоже проблематично. Думаю, примерно как и в Новосибирске. Хотя у нас даже сейчас центр города более-менее доступен. Адаптирован, люди с ограниченными возможностями. Но все равно и много проблем есть. В плане у меня, у Натальи Кузьминовой дома, то есть там пандус неудобный. Он не то, что неудобный, она сама там подняться не может. Всегда нужен второй человек, который будет ее сзади подталкивать. То есть, ну, есть, есть проблемы. В Красноярске рассказывала о достижениях севастопольской команды. А наш эфир продолжится после рекламы. Речь пойдет о танцевальной культуре. Но будем не только говорить, но и танцевать в студии. Оставайтесь с нами.